И делать объекты лучше, чем этот. Это сердце вашего дома. Есть чем точно заняться. Пожалуй, самый красивый и классный проект у Сэтл Групп. Это не про этот комплекс. Сюда реально надо проехать, чтобы насладиться этой красотой. Всегда за счет лучшей. Слушайте, я очень поражен, удивлен. И есть нюанс. Он высокотехнологичный. Но на этом особенности, друзья, не заканчиваются. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сейчас мы с вами находимся в Невском районе города Санкт-Петербурга, где возвели и возводится жилой комплекс Стрижи в Невском. В первую очередь уже комплекс создали, а вторую строят. Так, согласно проектной декларации, реализацию комплекса должны закончить в третьем квартале 2023 года. А передать ключи до 31 марта 2024 года. На моей памяти это первый комплекс, где уже первую очередь строительства сдали в один день, 22 июня 2021 года. А вторую также сдадут в один день, и это будет третий квартал 2023 года. Всего в комплексе будет 5469 квартир и 1441 машиноместа. Соответственно, чуть более 23% квартир будут обеспечены машиноместами в паркинге, который стоит от 1 миллиона 50 тысяч рублей. Согласно данных квартирографии, студии и однокомнатные квартиры займут чуть более 84% от общего числа квартир. Ближайшая станция метро Ломоносовская, до нее примерно километр 200 метров. До станции метро Елизаровская около километра 800 метров. Класс энергоэффективности сданных домов B высокий, а в строящихся домах есть особенности. Так, часть домов обладать будут классом энергоэффективности согласно проектной декларации. Е – это нормальный, и Д – это пониженный. Тут, конечно, странно, потому что такие дома даже проектировать нельзя. Теперь поговорим про социальные объекты. В школах за номерами 331 и 336 есть места. Это очень классно и здорово. Особенно, я думаю, порадуются родители. А вот чтобы обеспечить местами самых маленьких жителей в детских садах, застройщик построил прямо в своем комплексе детский сад. И это очень приятно – прийти в новый, комфортабельный детский сад. Еще из особенностей – все квартиры здесь передаются полностью готовые для жизни. Вам останется лишь завести мебель, детей и кошку. Напомню, застройщиком комплекса является Сэтл Групп. Это наш российский застройщик, который выполняет взятые на себя обязательства и никуда не хочет уходить. Этот комплекс я не раз проезжал на машине, любуясь им из окна своего автомобиля. И это, пожалуй, на мой взгляд, самый красивый и обустроенный комплекс в этом районе. Однокомнатная квартира от застройщика в этом комплексе стоит от 8,5 миллионов рублей. На вторичном рынке однокомнатную квартиру можно приобрести от 8 миллионов в 200 тысяч рублей. А вот так, друзья, выглядит въезд в паркинг. Ну, на первый взгляд он точно такой же, аналогичный, как и все другие. Но он высокотехнологичный. Это датчики. И это датчики. Вот здесь, под этим бетоном, находятся электрические тены, которые подогревают его, когда холодно. И здесь никогда нет ни снега, ни льда. Поэтому можно спокойно заехать и выехать в этот паркинг. Но на этом особенности, друзья, не заканчиваются. Когда начинают подниматься ворота, срабатывает тепловая завеса для того, чтобы было тепло. Машина заехала, ворота опустились вниз, и тепловая завеса перестала работать. Когда мы с вами заезжаем в паркинг, никогда не обращаем внимания на водосборный лоток. Вот именно он собирает грязь, песок, масло, бензин и отправляет это вот сюда. Здесь есть разные емкости. И потом просто нужно будет через какое-то время взять это все и утилизировать. Поэтому в паркинге чисто, свежо и не пахнет бензином. Ну, соответственно, обычное стандартное место, есть разметка, там 129 место. Ты вот сюда приехал, припарковался. Если, не дай бог, чрезвычайная ситуация, вот отсюда льется вода. И обратите внимание, стоит на какой высоте. Потому что у некоторых бизнес-классов это стоит вот на такой высоте. Можно, может, ребенок и голову поранить, и, соответственно, машину можно поцарапать. Здесь таких проблем у вас не будет. Значит, система пожаротушения на очень низком уровне. Поэтому, не дай бог, ну, вот можно, честно, долбануться. Особенно под чуть выше ростом и не займите это место и что-то себе это разбить. Поэтому будьте внимательны. А сейчас я вам покажу и расскажу про вентиляцию паркинга в этом здании. Индивидуальный тепловой пункт есть отдельно для вентиляции. Нагретая вода поступает через двигатель, вентиляционную систему и уже обогревается весь паркинг как раз и за счет теплого воздуха. Летом отключают и идет обычный воздух с улицы. Вот, друзья, такой современный высокотехнологичный дом. За моей спиной, друзья, находится ИТП, индивидуальный тепловой пункт. Это сердце вашего дома. Вы только обратите свое внимание, какая здесь инженерная красота. А теперь я вам еще и покажу водонасосную станцию. Сказать, что она технологична, это значит ничего не сказать. Здесь, в ваших домах, есть два контура забора воды. Контур 1, контур 2. Как раз вот отсюда идет питьевая вода заходит в дом. Она заходит всегда по первому контуру. Но если вдруг произойдет какая-то авария, то его закрывают и открывают второй контур, и у вас дома всегда будет вода. Это обычные насосы. Насосов здесь три штуки, потому что дома до 24 этажей, если не ошибаюсь. Соответственно, когда идет обычная работа дома, то есть это не час пик, работает всего лишь один насос. Как только система понимает, что давления не хватает, подключается второй насос, а если нужно, подключается и третий. Поэтому с перепадами воды в доме вообще не должно быть. Знаете, как бывает, сосед включил воду, а у тебя уже еле течет. Это не про этот комплекс. А вот у нас насосы для пожаротушения паркинга, если вдруг произойдет какое-то ЧП. А это, соответственно, для тушения пожара уже в межквартирных коридорах и для самих квартир. Видите, здесь какие стоят более мощные насосы, потому что диаметр трубы там намного больше. Я очень часто в своих видео показываю, когда открываю шкафы, должны быть пожарные рукава. О-хо-хо! Здесь и есть пожарные рукава. И, соответственно, как раз оттуда, под мощным давлением идет вода для того, чтобы потушить пожар, если он, конечно, здесь возникнет. Но надеемся, что такого не будет. Друзья, это не реклама, но когда в доме у тебя открывается аптека, это здорово. За лекарствами не нужно ходить далеко. В комплексе уже есть продуктовый магазин и пункт выдачи озона. Один из входов подъезда. При входе мы видим большой светлый тамбур, огромное количество стекла. Мне нравится. Блин, потолки высоченные, не знаю, 5 метров, наверное. Резиновый коврик, он утоплен заподлицо с плиткой. Плитка не из дешевых, большая. Но видны, конечно, эксплуатационные следы. Дом сдали в 2021 году. Заходим, здесь логотип у нас жилого комплекса, стрижи в Невском. Почтовые ящики под цвет фасада с перфорацией. Слушайте, смоется прикольно. Да, углы, конечно, уже побили. Но это не застройщик, это у нас жильцы, вернее, строители жильцов. А здесь достаточно большой холл. Вот сюда, честно говоря, напрашивается поставить какие-то, не знаю, вот, наверное, сюда, может быть, там пуфики, для того, чтобы можно было сидеть, подождать кого-то в окно, наверное, посмотреть, если это надо. Места очень много. Зеркало, это классно. Вышел на себя, посмотрел, улыбнулся, пожелал себе классного дня и пошел вперед. Застройщик с этого групп. Красивая подсветка. Здесь у нас грилята. Классно смотрится, очень хорошее решение. Сразу мы, смотрите, вот обратите внимание, что все в уровень землей. Мы заходим. Здесь еще помещение для, видите, техперсонала. Есть колясочная. И колясочная достаточно большая. Люди здесь чего только не хранят. Знаете, здесь столько места, что, в принципе, мне кажется, ну, там, четыре автомобиля, наверное, можно сюда поставить, если бы здесь был бы проем пошире. Коридор. Это покажу чуть позже. Лифтовой холл. Два пассажирских, два груза пассажирских лифта. Видите, пленка еще управляющая компания не сняла, я так понимаю, для того, чтобы просто не рассорапали, не убили отделку лифтов обрамления, когда, соответственно, заносят какие-то крупногабаритные предметы. Слушайте, прикольно получается, что вот этой кнопкой мы вызываем грузопассажирский лифт при необходимости, а вот этой пассажирский лифт. Ну, здесь, конечно, из особенностей. Первое, это то, что лифт стоит вот так. Если бы он стоял вот так, то было бы комфортнее, удобнее затаскивать длинномерные предметы. Поднимемся на самый верх чуть позже. Вход в паркинг. Вышел с лифта и пошел с паркинг к своему автомобилю. Слушайте, ну, друзья, здесь все вот прилично, сами оцените. То есть это не катакомбы, как это часто бывает. Мне нравится. То есть сюда приятно заходить. И еще из моментов единственных, это у нас, вот это у нас получается первый этаж, это второй. Второй этаж, и вот сюда не ходит лифт. Не знаю, полуторанный этаж. Для того, чтобы сюда зайти, нужно подняться по ступенью. Конечно, когда у вас нет детей с колясками, проблем никаких нет. Но если у вас есть дети, то, соответственно, придется коляску тащить вот сюда, на самый верх. Ну и вот он, стандартный межквартирный коридор от застройщика. Те же двери, нормальные, симпатичные, нумерация квартир, звонки. Вот есть вот такие особенности. Если было бы закрыто, смотрелось бы все намного красивее. Так, так, так как у нас здесь открыто. Хо-хо-хо, здесь и есть пожарные рукава. А здесь прикольно, что в пассажирском лифте провайдер питерский, а вот он, Енева, зашился вот этим своим рекламным баннером, и смотрится это, знаете, не как ты вошел в вагончик. 24 этаж. Красавчик, еще и разговаривает. Так, ну что, пойдем посмотрим межквартирные коридоры, потом посмотрим все остальное. Погнали. Значит, у нас межквартирный коридор разделим на две секции. Часть квартир здесь, часть там считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь квартир здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять здесь. Ну, здесь из особенностей тоже, да, вот, если бы как-то это красиво бы закрыли, смотрелось бы лучше, а так, такое ощущение, что, знаете, что-то такое оставлено недоделанное, хотя уже, в принципе, все сделано. Ну, здесь, друзья, сами видите, коридор широкий, счетчики, ничего не переломано. Здесь у нас, о, за этими шкафами нормальные стоят счетчики на тепло. Они, как часто бывает, их вешают на радиаторы, и тебе приходится там, у тебя однокомнатная квартира, с кухни сдавать и с комнаты показания. Здесь всего лишь один счетчик сразу на всю квартиру, вне зависимости от количества помещений. Ну, тут с коллектором все в порядке, нормально, нигде не видно подтеков, теплоизоляция, запорная арматура, фильтры грубой очистки. Вот, тепло заходит, и по синему шлангу уже отработанно уходит. Ну, все, руку, ничего такого. Двери, кстати, вот не знаю, вот, кстати, вот ваше какое мнение. Я бы, например, хотел бы, чтобы не двери, например, вот эти были большие, да, а обычные шкафы, вот, типа, вот таких открываешь просто шкаф, и у тебя перед глазами как раз находятся эти счетчики. А с другой стороны, конечно, когда дверь открываешь, у тебя большой проем, и тебе получается удобно, если вдруг что-то нужно обслужить, не нужно ничего долбить. Вот не знаю, как вы считаете, лучше все-таки, чтобы эта дверь была, либо вот наподобие вот такого шкафа, где он такой более какой-то аккуратный и не занимает такое большое количество площади самой стены. Так, ну что, здесь у нас, в принципе, все то же самое. Давайте выйдем с вами и посмотрим переходной балкон и лестничные марши. Здесь, кстати, плюс, что есть стекло, что сразу видно, если там впереди кто-то будет стоять. Здесь у нас антиводальное стекло стоит. Вот это, видите, сетка, если вдруг разбивает, то оно сразу не сыпется. О, здесь, конечно, высоко, 24 этаж. Ух ты! Значит, видна даже кукурузина. Десятый этаж. Вот такие стандартные двери от застройщика. Ширина, кстати, друзья, полотна 95 сантиметров. Первое, что мне здесь нравится, это два замка. Красивое. Такое, знаете, такое ощущение, что оно не гладкое, такое шершавое, типа шкурки. Он так прикольно очень смотрится. Стандартно три петли. И обратите внимание, мне нравится здесь ночная заглушка. То есть зашел, просто вот так дверь закрыл и все. Тебе не нужно это закрывать ключом. При этом есть еще и нижняя заглушка. То есть очень удобно. И, соответственно, вот эта штука классная, когда, например, открываешь окно и идет вентиляция. То есть вот сюда будет, чтобы не задувало, чтобы не было шума. То вот опускаем вниз и все. И нормальный здесь стоит глазок, не из дешевых. Ну и плюс полотно. Также напоминаю, что четные этажи – это темная отделка у застройщика, а нечетные этажи – светлая застройка. Давайте пройдем в квартиру и посмотрим. Это, друзья, у нас с вами однокомнатная квартира. При входе из плюсов – это утопленный блок автоматов. Автомат у нас C63, C32, C10, C16. Так, тут непонятно. C16. Это, я так понимаю, лоджия, теплый пол. Обратите внимание, что все подписано. Есть розетка, я понимаю, под роутер. Это у нас провод для трубки домофона. Включение и выключение света. Здесь у нас сразу просится обычная полочка. Для оперативной одежды пришел, повесил, повесил сумку. И заходим в квартиру. С левой стороны у нас кухня. Я ее покажу самую последнюю. В ней есть особенности. Жилая комната и ванна с туалетом. Начнем с нее. Двери обычные, нормальные, недорогие от застройщика. Служат, кстати, достаточно долго. Заходим. У нас большая ванная комната. У нас есть туалет, у нас есть акриловая ванна. Здесь, конечно, самим нужно будет пройтись герметиком. Для того, чтобы вода туда, вовнутрь не попадала. Есть экран. Есть, соответственно, мойка, тумбочка. Здесь останется только повесить зеркало. И, в принципе, все. И поставить стиральную машинку. Для стиралки здесь вот такой отдельный угол есть. Есть у нас две розетки. И здесь у нас находится... Ну-ка, давайте посмотрим. Ох ты, какие счетчики-то. Слушайте, здесь у нас все по красоте. Но нужно будет отдельно поставить тепло-шумоизоляцию на канализационную трубу. Тогда вообще практически ничего не выслушайте. Смотрим с вами комнату, живую комнату. Нормальная комната. Сюда как раз уже просится кровать. Какой-нибудь стол вот сюда для рабочей зоны. Большой световой проем. Метр 80 на метр 70. Есть аэрбокс. Работает на открытие и на вентиляцию. Шумоизоляции нет. Есть красивый вид во двор. Дворы, кстати, достаточно классные. Я их вам чуть позже покажу. Радиатор отопления. Подводка у нас снизу. Тут ручка должна быть. Ну и, в принципе, большое количество розеток. И давайте, пока мы здесь в помещении, взверим с вами высоту потолка. 2,76, считай, до верха потолка. И здесь у нас кухня. Первое, что мне нравится, друзья, то, что кухня большая и с выходом на лоджию. Лоджия здесь холодная от застройщика. Почти 1,3 метра. Ну, то есть, обычная ширина. Но, в принципе, здесь места достаточно. Сюда напрашивается какой-то столик, стульчики поставить. Ну, я бы сделал бы так. Жаль, Икея закрылась. У них такие прикольные плитки продаются. Можно было выложить. Вообще было бы по красоте. Значит, здесь из плюсов, что есть. Есть, вот видите, вот этот так называемый забрал. Это приток воздуха. Это для кондиционера сделан застройщиком. Стекление здесь. Одно стекло. Это холодное стекление. Ну, и, кстати, даже несмотря на то, что это обычно не видовая квартира, здесь, в принципе, с видом все в порядке. Потому что мы смотрим не только с вами в одну сторону. Да, у нас еще, соответственно, вот такое окошко, оно также открывается. И давайте про кухону. Здесь у нас большое количество различных розеточных групп. Там, для столешницы. Есть, соответственно, вентиляция. И есть нюансы. Обратите внимание. Здесь у нас выводы под воду. То есть, вот здесь, по идее, должна быть мойка либо здесь, либо вот в этом углу. Ну, скорее всего, здесь. И здесь у нас, соответственно, шкаф. Он нам нужен для того, что если нужно снимать показания счетчиков, то вот они. Соответственно, если вот это расстояние не соответствует стандартному расстоянию, и столешница окажется выше, то вам придется переносить это окно либо вниз, либо, соответственно, вверх. Стандартная высота столешницы 83 сантиметра. Давайте измерим. И здесь у нас 94 сантиметра. То есть, столешница как раз будет вот здесь. То есть, нюанс того, что застройщик подумал и сделал сам проем на таком уровне, что он будет для всех комфортным. Ну, соответственно, здесь также у нас стандартно подводка воды, канализационная труба. Ну, все. Больше здесь, в принципе, друзья, смотреть нечего. Закрываем и идем смотреть светлую отделку. Сейчас мы с вами посмотрим двухкомнатную квартиру. А вы не переключайтесь и подпишитесь на канал. Со светлой отделкой стандартные двери, аналогичные, в цвет тоже весь одинаковый. Звонки. Если бы, кстати, звонки ставили чуть ниже, то несовершеннолетние дети, там, 5-6 лет, могли бы спокойно дотянуться. Здесь, конечно, будет потяжелее. Заходим. Здесь у нас, обратите внимание, светлая уже панель. На логичный глазок все то же самое. Автоматы. Розетка, я так понимаю, для роутера. Теплый пол. Во всех ванных комнатах у застройщика есть теплый пол. Кухня. Раз комната, два комната и ванна. Давайте начнем с ванной. Не знаю, как вы, но у меня почему-то есть мечта, чтобы в ванне было окно. Давайте посмотрим, что здесь. В этой большой, друзья, в ванне есть окно. Блин, это реально очень круто. Значит, здесь аналогичная ситуация, но есть полотенцесушитель. И в этой ванне, обратите внимание, что он достаточно дорогой, качественный, хорошо, красиво установлен. Мне нравится. То есть он красиво смотрится. Сюда можно повесить полотенце, и будет не стыдно полотенцу, что оно висит на таком полотенцесушителе. Полотенцесушитель работает, соответственно, за счет горячей воды. Стандартная классическая плитка. Здесь у нас есть подвод, выводы воды, канализации для как раз стиральной машинки. Она как раз, я понимаю, рассчитана, чтобы встала вот здесь. И давайте мы с вами, друзья, измерим. 58 сантиметров. Ну, вот как раз, да, стандартная машинка как раз сюда и влезет. Войдет, вернее, не влезет. Ну, здесь аналогично. Я бы тоже вот на канализационную трубу поставил бы шумоизоляцию. Вот она, тепло-шумоизоляция. Вот такая штука. На специальных стяжках ставится. И здесь, смотрите, из моментов. Экран есть, ванная есть, и есть вот это расстояние. То есть здесь по-нормальному нужно устанавливать вот такое Г-образное крепление под шторку для того, чтобы вода не попадала туда, либо здесь что-то такое городить. Но зато есть отличное место для хранения швабр и инвентаря для уборки вашей квартиры. Значит, чем еще, друзья, примечательна именно эта планировка у застройщика? Здесь два больших окна в комнате. Обратите внимание, как здорово, когда два световых проема есть в жилой комнате. При этом окна просто здоровенные. Давайте вместе с вами измерим. Ширина. Так, вот так лучше видно будет. Метр восемьдесят три. И высота метр семьсот шестьдесят один. Кровать, стол. Слушайте, очень круто. Мне нравится. Я бы пожил бы в такой квартире. Значит, здесь из района, знаете, что мне нравится? Здесь достаточно тихо. Здесь же он построен, бывшая промтерритория. Естественно, сейчас заводы все сносят. Они переезжают в другие места, просто продают землю. И мне здесь нравится. Здесь уже, вот, обратите внимание, высоченные, здоровенные тополя. Типовая советская застройка. Минимальное вообще количество новостройок. Здесь, что прикольно, здесь свежо и достаточно большое количество земли. Но промка еще осталась. Вот, обратите внимание. Ну, я думаю, что мы сегодня полетаем с коптера, и это все будет прекрасно видно. Ламинированные окна. Фурнитура обычная, стандартная. Минимального ценового диапазона. Двухкамерные стеклопакеты. Петли нормальные стоят от застройщика. В принципе, все откосы сделано. Слушайте, мне очень нравится, что завозишь мебель, кошку, детей, и начинаешь жить. Это, конечно, очень большой плюс. Значит, небольшой коридор. Вот здесь у меня, знаете, только один вопрос, куда поставить шкаф для одежды. Ну, вот я понимаю, что, наверное, я бы, скорее всего, вот сюда бы поставил бы какую-то тумбочку для оперативной одежды. Я просто не понимаю, куда поставить шкаф. То есть шкаф для одежды нужно, не знаю, то ли вот сюда какой-то, знаете, под заказ делать, вот такой треугольный ставить, чтобы сюда что-то повесить. Либо вот он такой будет. Тогда будет меньше здесь прохода. Просится вот реально что-то такое треугольное. И здесь, здесь больше ничего нет. Вот здесь есть еще санузел один. Туалет с раковиной. Ну, тут, конечно, места, друзья, достаточно много. Даже ниша такая есть. Жаль, туда стрелка не влезет. Вот не знаю, вот, кстати, напишите вы в комментарии, куда бы вы вот здесь при такой планировке поставили бы шкаф. Вот я еще раз повторюсь, да, вот сюда для оперативной одежды открытую тумбочку. А вот сюда я бы, наверное, себе делал под заказ такой треугольный шкаф. Вот других вариантов нет. Еще у нас одна комната. Комната прикольная, что они правильной формы. То есть это правильный прямоугольник, либо правильный квадрат. Повесить люстру, кровать, шкаф, стол, все, можно жить. Здесь из-за особенности, что мы видим закрытый фасад дома. Ну, мне, в принципе, это не особо смущает. Нет никаких окон, и меня никто не будет смотреть. И у нас еще с вами кухня. И, кстати, вот если бы кухня была бы не в самом конце квартиры, а наоборот она была бы вот здесь, это было бы удобнее. Потому что, если, например, сидят здесь взрослые, отмечают что-то, у вас есть дети, так двухкомнатные квартиры, они жили бы вот в той комнате, было бы, конечно, удобнее, если поменять местами. Здесь у нас, как и в однокомнатной квартире из кухни выход на лоджию. Тут, соответственно, сразу просится буквы Г или буквы П поставить кухню. Ну и огромная кухонная зона. Конечно, было бы здорово, если бы здесь больше был бы световой проем, потому что это кухня, здесь должен быть свет. И, обращая, кстати, внимание, за счет, всегда за счет луджи, света будет помещений меньше, нежели чем, если бы ее не было. Ну, здесь аналогичная ситуация. Мне очень нравится, что есть еще боковое окошко. Здесь его нужно открыть, проветрить, посмотреть в окно. Вот это называется клеймеры. И здорово, что их сделали практически, ну, здесь практически в цвет, и здесь тоже самое. И когда смотришь издалека, их, в принципе, снизу не видно. Там утеплитель, сетка и штукатурка. Это называется мокрый фасад. А сам пирог, стеновой пирог, он сделан из, получается, монолит, керамический блок, утеплитель и штукатурка, окраска. Это достаточно теплые, хорошие дома, когда так строят. Так, ну-ка, 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 давайте мы здесь откроем и посмотрим на двор. Слушайте, двор классный. Мы его посмотрим с вами отдельно, мне очень нравится. И я расскажу про все нюансы этого двора. Вот при выходе из подъезда мы как раз видим вот этот забор с колючей проволокой. Конечно, это, ну, так, не очень, конечно, прикольно. Надо было застройщику, кстати, свой забор чуть выше поставить, чтобы этого всего не видеть. И здесь, друзья, смотрите, вот это стелла. В земле захоронена капсула, в которой имена тех работников завода, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Эта стелла находилась в другом, соответственно, месте. Застройщик, когда все демонтировал, он это перехоронил и оставил это памятное место. Вот за это молодцы. Нажмите лайк, друзья. Приятно, когда такое сохраняют и не уничтожают. Это память наших дедов. Вот так выглядит обычный двор в этом комплексе. Все очень круто и красиво. Мне, например, комплекс очень понравился. Здесь даже застройщик заморочился с тем, чтобы вот там внутри находится вентилятор. Обратите внимание, как все это сделало красиво. А вечером здесь горит подсветка. Это тоже очень красиво смотрится. То есть все на достойном уровне. Внизу находится паркинг. Там первый этаж. Соответственно, сюда затащили большое количество земли, чтобы росли вот эти елочки, кустарник. Есть даже деревья. Освещение, слушайте, очень красиво. Мне очень, ребят, понравилось. Это, наверное, пожалуй, у Сеттла один из самых интересных и красивых комплексов. Теннисный стул, скамейки, урны. Все, кстати, российского производства. Вот, видите, может быть, даже где-то розетка есть. Пока нет детей, можно все как следует рассмотреть. Слушайте, да, надо сюда с сыном ехать. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотрите, что у нас тут. Что это такое интересно. Стол для чего-то, для игры во что-то. Кто знает, друзья, что это за стол, что-то я не могу сообразить. Во что здесь играть. Или это песочница должна быть. Или это песочница для деток. Сюда потом должны песок засыпать, да? Наверное. Слушайте, ну очень классные лазалки. Вот самому хочется везде полазать. Вот это, кстати, для моторики детей тоже очень здорово. Слушайте, я очень поражен, удивлен. И вот этот объект действительно приятный. И вот здесь реально хочется жить. Можно вот летом загорать. Значит. Еще что хочу здесь сказать. Обратите внимание сразу. Нумерация подъездов. Вот восьмой. Где-то еще, значит, другой должен быть. Сделано все очень круто. Паркинг, он, соответственно, идет перепад по высоте. Поэтому, конечно, земли здесь не два метра. Но ее здесь достаточно много. Потому что деревьям 20 сантиметров, как траве, к примеру, не хватит. И здесь, конечно, есть прикол, что можно с одного двора перейти в другой. Я вам еще сейчас кое-что покажу. Здесь, соответственно, вот такие мостики. Здесь очень красиво. Если с одной стороны мы видим производство подгузников за колючей проволокой, то с другой стороны открывается у нас вид на соседний мост для перехода и дальше комплекс. Мне очень нравится сама вот эта архитектура. Я небольшой любитель вентфасада, но здесь мне нравится. Во-первых, мне нравится то, что здесь большая плитка. Даже такое ощущение, что на камеру эту плитку и не видно. Вот обратите внимание. И мне нравится, что она ровная. Я здесь нигде-то не вижу таких кривых зазоров, как это очень часто бывает. Из каких-то вот, чтобы придраться, можно сказать, вот высылы есть. Это надо помыть. На колоннах тоже немножко есть. Ну, больше я здесь ничего такого вот не вижу, чтобы, знаете, сказать, вот они как сделали плохо. Каленое стекло, держится крепко, зелень есть, фасады красивые, но переходные балконы мне не нравятся. Парковка для велотранспорта. Видите, здесь чуть пониже такая идет еще и зона интересная. И здесь, смотрите, высокие деревья, есть скамейки. Скамейка поставлена так, что ты смотришь через стекло на соседний двор. Блин, друзья, ну вот сюда реально надо проехать, чтобы насладиться этой красотой. Я обязательно привезу сюда своего сына, чтобы он здесь побегал и поиграл. И, думаю, он мне скажет, папа, давай купим здесь квартиру. Я думаю, друзья, это будет именно так. Классные площадки. На удивление классные. Вот сейчас еще взойдет трава, станет все зелененькое. И, конечно, будет внешний вид совсем другой. Смотрите. Вот такие трубы для детей. Дети, вот у кого есть, сами знаете, как они это любят. Гамак. Тут какие-то штуки. Ну-ка, что это такое? Это для песка, наверное, или еще что-то? Спортом можно позаниматься. Ого. Слушайте, нормально. А, тут еще вес как-то можно перераспределить. Слушайте, прикольно оборудование. В турнике вроде всего немножко, но всего достаточно, друзья. Вот это, смотрите, вот эта паутинка. Она не просто паутинка, она еще и крутится. Крутится, и здесь лазает твой ребенок. О, вот это, вот это класс. Здесь можно прыгать. Вот так. Ух. Блин, вообще круто. Мне нравится. Вот это, кстати, лучше, чем качели, потому что дети сюда залезают целый горьбой, раскачиваются и катаются. Мне нравится покрытие. Здесь нормальное, резиновое покрытие для безопасности детей. Сток для воды. Вот сюда она будет уходить. А вот видите, да, вот второй подъезд. Скамейка, урна. Вот все как надо. Все как это должно быть. Вот здесь мне нравится, что сделана такая подсыпка из гравия. За счет этого смотрится симпатично. Еще вот эти мусор бы люди не выбрасывали вниз. Вообще было бы все здорово. Можно сюда подойти, встать, прижаться, посмотреть. Вот соседний дом, как строят. Вот видите, вот у нас внутри получается газоблок, а сама фасадная стена – это керамический блок. То есть эти дома должны быть теплые. Только мне вот честно непонятно, почему здесь класс энергии эффективности, да и е. Видите вот этот пандус? Если, не дай бог, происходит пожар, то сюда может подняться пожарная машина. Вот здесь вдалеке у нас ворота, они открываются. И так как здесь усилена вот эта верхняя конструкция, сюда спокойно могут заезжать пожарные машины, проезжать по мостам и потушить то, что им, соответственно, нужно. Пожалуй, самый красивый и классный проект у Сеттл Групп. Ну что, мы уже с вами полюбовались вот этой замечательной дворовой территории. И давайте мы пройдем в соседний дом и посмотрим, что здесь за красота. Слушайте, очень классные переходы. Вот это зимние сады. Очень классно сделано. Вот это на 4 квартиры получается. У кого есть зимние сады, напишите в комментарии, вообще полезная эта штука. Не жалеете о том, что приобрели квартиру именно с таким садом. Смотрите, надоело гулять в одном дворе, прошел и гуляешь в другом дворе. Круто, очень. Здесь мне нравится, что совсем разное стоит оборудование, разные штуки, как для спорта, так, соответственно, и для детей. И здесь есть чем точно заняться. Друзья, здесь даже есть шахматный стол. Сел, поиграл. А здесь у тебя сидят болельщики. Кто-то занимается рядом спортом. Слушайте, красавцы. Красавцы. Вот это нужно взять за эталон и делать объекты лучше, чем этот. Тогда будет у нас все хорошо. Стройка вторую очередь строит. И очень здорово, что эти все дома сдадут в один день. Так же, как и дома в первой очереди. Можно открыть окно и выйти на переходной балкон. Четырнадцатый этаж, друзья. И сверху отлично видна дворовая территория. Что, кстати, заметил, как-то медленно едут лифты. Такое ощущение, что, знаете, они еще не переведены в нормальный режим. Я бы уточнил в управляющей компании. Это нормальная скорость, либо все-таки они чуть-чуть замедленные. Это у нас с вами второй этаж. Если мы хотим с вами выйти и погулять, то из лифта мы выходим на второй этаж и идем на площадку. Опа-па, лифт не уезжай. Ну а для того, чтобы попасть в холл, мы с вами поедем на первый. Погнали. Сейчас я его вам покажу. Первый этаж. Лифтовой холл. Выход в паркинг. Слушайте, ну здесь аналогично. Приятно сюда, друзья, выходить. Приятно. О, а здесь смотрите, какой коридор. Подъезды разные. Почтовые ящики. Колясочная. Сам вестибюль. Ну вот с уровня зелени можно посмотреть на эти мосты. Достаточно высоко находится, примерно, под 6 метров. Но комплекс, обратите внимание, как красиво смотрится. Трехэтажный современный детский садик. Парковка для велотранспорта. Кустарник, освещение, высолы, которые нужно помыть. Это все отмывается из специальной составы, чтобы не было видно соли. Тут птички. Черные, беленькие. Слушайте, о, слушайте, они цвет так меняют. Вообще круто. Да? Да. У детского садика, кстати, большая территория. Беседки. Стандартные уже. Для каждой группы. Вход в подвал. Сухо. Ржавчина есть. Надо красить. Пока не сгнило. Значит, здесь есть особенность. Есть у нас вот такая здесь парковка. Парковка двухъярусная. И по задумке застройщика здесь приезжает машина. Паркуется. Подъезжает второй. Нажимает кнопку. Это все поднимается. И получается, что в два раза больше мест, нежели чем должно быть. Но на данный момент, пока эта функция отключена, я так понимаю, для того, чтобы ничего нигде не повредить. И никто, наверное, чтобы не баловался. А то дети, я чувствую, точно бы кнопочки понажимали. Продолжение следует... Друзья, вы знаете, что я всегда очень внимательно смотрю проекты, очень внимательно смотрю все новостройки. Это, пожалуй, одна из немногих новостроек, которые мне действительно понравились. И вот я бы действительно хотел бы здесь приобрести квартиру и здесь жить. А если вы также хотите жить, как и я, в прекрасном комплексе, обращайтесь. Помогу. Еще одна аптека. Напротив комплекса находится парк имени Бабушкина. На территории комплекса находится своя газовая котельня. А тут, кстати, интересное помещение коммерческое. То есть вы заходите здесь в уровень земли, а для того, чтобы попасть во двор, они, получается, еще здесь... Внутри нужно подняться по ступеням. Вот, видите, наверх ход. То есть здесь будет один уровень, а чтобы люди зашли со двора, там, соответственно, второй. Вентфасад. Вот плитка. Там внутри утеплитель. Здесь кирпич. Там внутри утеплитель. И для того, чтобы выводился конденсат, есть специальные технологические зазоры, которые закрыты. Вот не знаю, как правильно называется вот эта штука. Друзья, рада была вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok